Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу вам представить новинку под названием T-Shell W8S. Может быть уже знаете, что это за модель, но по этим надписям вы все поймете. Это турбированный T-Shell W8S с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Комплектация данной модели не изменилась, изменилась коробочка. Все новые T-Shell выпускаются в такой обновленной коробке. Внутри у нас стандартная привычная комплектация для всех, кто имел дело с серией W8. Это чехол-книжка, это оригинальная пленка именно под эту модель. Ну и стандартная зарядка, USB кабель, гарнитура и два аккумулятора по 2000 мАч. Давайте рассмотрим наш смартфон. Внешне он не изменился, все тот же W8, W8+, W8 Beyond. Все они собраны в одном корпусе, никаких тут нареканий на корпус ни у кого никогда не возникало. На перегиб смартфон реагирует отлично. Камера у нас 13 Мп интерполяция, 8 реальных, то есть 8 оптика. Фронтальная камера тоже у нас классная, там порядка 3 Мп. Глянцевая крышка, кнопочка включения-выключения, качелька громкости. Сверху у нас microUSB, разъем под наушники. Сзади вспышка камеры, решеточка под динамик. Ну и снизу у нас микрофон и каемочка для снятия крышки. Давайте посмотрим наш смартфон непосредственно. Сразу же хочу сказать, что данная модель обновленная. Набирает она 14253 балла. Это стандартный показатель для процессора MTK6589T, турбированный с разрешением 1920х1080. Вот вы это и можете наблюдать. 1508 МГц и 1080х1920 плотность точек. И также интересная информация о том, что ОЗУ, это у нас оперативная память, 2 ГБ всего. И встроенная память у нас на 32. В камера задняя у нас интерполирована 12,6. Фронтальная интерполирована до 5. Реальная оптика там на 3 Мп. Прошивочка у нас 4,2 Android. Давайте посмотрим, какие у нас есть датчики в нашем смартфоне благодаря программке Z-Device Test. Есть у нас гироскоп в данной модели. Есть у нас датчики приближения, датчики освещенности. Космос, компас точнее, GPS. Хороший, полноценный. Ну и стандартно Wi-Fi, Bluetooth. Все это стандартно в нашей модели. Мультитач у нас пятиточечный. В принципе, тоже стандартно. И ничего особенного в этом нет. Уважаемые друзья, хочу вам рассказать немножко свою точку зрения по поводу вот этих вот двух и одногиговых моделей. Я считаю, что не востребовано это. То есть, да, тут 2 ГБ, все работает отлично, но все то же самое работало и на одногиговой версии. То есть, я считаю, что в применении может пригодиться только 32 ГБ встроенной. Ну, вопреки всему этому, будем дальше смотреть нашу модель. Модель очень интересная. Экран у нас очень яркий, сочный. Углы обзора великолепные. То есть, ну, экран у нас такой же, как в THLW8 Beyond, как в THLW8 Plus. Никаких отличий нет. Углы практически максимальные. Градусов, наверное, 178. Вот так вот. Ну, отличная картинка. Не преломляется ничего. Также на смартфон с легкостью как справлялся, так и справляется с... различными видео. Давайте запустим. В формате Full HD у нас трейлер. Звук как бы не супер громкий, но и не тихий. Нормальный уровень звука. Смартфон отлично справляется с потоковым видео в YouTube. Давайте посмотрим на это, как он это делает. У маляка, что раз ты, я мама, яка про него опекуется. А в ночи маме допоможут. Всем здравствуйте. Хотя вот, как-то вот мне кажется, что... Также отлично наш смартфон работает и в браузерах. То есть, можно посмотреть примеры работы. Даже в стандартном браузере от Android можно это все с легкостью посмотреть. У нас отлично прогружается Google, набирается текст, загружается моментально страничка. Все, что нужно, мы можем отмасштабировать, просмотреть. Мульти-тач. Все быстренько открывается, все работает. Можно работать вот такой вот раскладке. Тоже очень удобно. Так, смартфон у нас турбированный. Тот, который МДКш-589Т, 2 гигабайта оперативной памяти. Давай же все-таки посмотрим, как это железо справляется с современными играми на Full HD дисплее. Продолжение следует... Продолжение следует... Также давайте посмотрим, как работает наша камера. Посмотрим вот этот вот гайд. Обращаю ваше внимание на то, что вот здесь, когда будете получать данную модель, есть пленочка на камере. Ее нужно снимать, чтобы камера не мылила и не была, скажем так, мутной. Вот такое фото у меня получилось, немножко мутное, но это из-за пленочки. Я обязательно сниму видео-фото, выложу под данным видео. Посмотрите, понравится, не понравится, решайте для себя. Поехали. Поехали. В целом, давайте подводить итоги. В принципе, это тот же смартфон W8, W8 Plus, W8 Beyond, только он называется сейчас W8S. Версия 2.32, то есть реальных 32 гигабайта, реальных 2 гигабайта оперативной памяти. Вопрос вот в чем. Нужно ли оно вам? Нужны ли вам эти 2 гигабайта оперативной памяти, которые вы даже нигде не будете использовать? Экраны абсолютно идентичны по производительности смартфон с турбированным процессором, то есть тот, который у Beyond, в принципе, тоже идентичный. Единственное отличие – встроенная память и оперативная. А поэтому решайте. Этот смартфон немножко дороже. Если вам хочется иметь самую топовую версию смартфона THL W8, серии W8, то смело покупайте эту модель. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Если вам нравятся наши обзоры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Мы будем радовать вас новыми и новыми видео. Спасибо. Спасибо.